Грядут перемены в высшем образовании. Об изменениях, которые уже назрели, рассказал в Совете Федерации Валерий Фольков. Университеты должны уйти от понятий бакалавриат и магистратура. Это не единственные требования, которые были озвучены министром. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Екатерина Кальченко. Она на прямой связи со студией. Катя, добрый вечер. Интересно, как к нововведениям отнесутся студенты? Дима, приветствую. Студенты в основном люди молодые, активные, уже привыкшие к вызовам времени. Думаю, к любым изменениям они готовы и войдут в этот процесс легко. Тем более, что все предложения пока в рамках пилотного проекта. Сейчас только шесть вузов в России отказались от понятий бакалавриат и магистратура. По новым программам обучается чуть более 5000 человек. Как заявил Валерий Николаевич Фольков, министр высшего образования, процесс обучения должен быть полноценным. Следует обеспечить подготовку специалиста за один такт, без необходимости доучивания в магистратуре. После завершения обучения выпускник получит диплом, где будет содержаться необобщенная и часто непонятная работодателю степень бакалавра. А конкретная квалификация. Горный инженер, учитель математики, молекулярный биолог, инженер управления качеством. Кроме того, изменятся и сроки обучения по программам. Например, в сложных профессиях, таких как фундаментальная инженерия, биология, востоковедение, учиться будут дольше – 5,5-6 лет. А вот педагог дошкольного образования может выпуститься уже через 4 года. Но при этом для каждого специалиста часы практики должны значительно увеличиться. Специалисты считают, что так можно избавиться от кадрового голода, например, в образовании. Мы вообще предлагали с первого курса, ведь такие возможности практики, окунуться в специальность. Есть летние лагеря, есть загородные, есть в городских школах, есть предметы. Причем студенты уже могли бы на каких-то уже темах уже приходить в школу и работать. Что же в итоге произойдет с Болонской системой? Вообще инициатива ее создания была выдвинута в Европе в 1998 году. Цель была построить общеевропейское образовательное пространство, чтобы выпускники вузов могли устроиться на работу в любом европейском государстве. В 2003-м Россия присоединяется к процессу, а в 2007-м в наших вузах вводят магистратуру и бакалавриат. Встретили преподавателей и студенты. Новое веяние непросто. Для нас, для преподавателей, это было несколько шоковое состояние. Такое шоковое состояние было еще и у наших работодателей, потому что наши специалисты должны были устраиваться и работать затем на предприятиях. И они нам задавали вопрос, а кого вы нам выпустили? Вообще, как мы должны их, на какую должность ставить? Единое образовательное пространство так и не выстроено. Российские студенты для поступления в магистратуру в других странах должны были проходить дополнительные испытания. А что касаемо качества образования на бакалавриате, депутаты Госдумы считают, что оно было недостаточным. Многие люди считаются, что они получили высшее образование, бакалавриат, но на самом деле они не получили толком никакой специальности. Они ориентируются примерно в тех науках, по которым они учились, но настоящей квалифицированной специальности, по-настоящему, они, конечно, не получили. То есть это снижение качества образования. Пилотный проект вводит единое ядро в программах всех вузов. Это позволит студентам переводиться в любой вуз без последствий. Магистратура теперь перестанет быть обязателем довеском к бакалавриату. Аспирантура сосредоточится на подготовке исследователей и преподавателей. Все продумано, попробовано на разных вузах. И очень хорошо, что Министерство науки и высшего образования создавало полидисциплинарные группы для такого рода работы. Это тоже было впервые, но оно во благо. Ну и последнее количество бюджетных мест в вузах должно соответствовать количеству запросу работодателей. Прогноз кадровой потребности теперь ежегодно будет готовить Министерство труда. Спасибо, Катя.